хуба привет с вами доктор влад у нас плюс один идет дождик темно пообещали сегодня снег еще вдобавок ну я надеюсь что звук хороший ну смотрим что есть так комментарий а опять письмо из киева так гоним понемногу орков зачистив ворпень буча выбивают ребята наши нечисть оттуда чернигов корматорск славянск харьков николаев постоянные обстрелы но держимся ну в общем вот так ребята это письмо из киева что яхо у меня яхо ньюс так российские военные страдают от острой радио радиационной болезни после компания копания чернобыльских траншей чего они там копали я вообще удивляюсь так еще россия призывает сто тридцать четыре тысячи пятьсот призывников но говорит что они не пойдут в украину да как не пойдут пойдут обязательно так а это что такое а российские вооруженные силы используют запрещенные противопехотные мины при отступлении ребята как химическая биологическое оружие запрещено и противопехотные мины тоже запрещены то есть россия военный преступник это все яха передает так германия италия говорят что путин предлагает компромисс на рублю на вот за то чтобы платить рублями не знаю что там за компромисс я не вникал так и что-то такое еще россия у россии тяжелые потери значит и якобы значит путин дезинформируется своими советниками а ну вот он и там уголил четыре советника они говорят что он хочет слышать так фрг это уже российские новости ленту фрг рассказали о рек реакции шольца на решение перейти на оплату газа в рублях так он не согласился шольц платить рублями так что тут еще в россии разрешили параллельный импорт отдельных видов продукции то есть продукцию которую запретили вот можно ввозить можно ввозить ввозить да потихонечку параллельный импорт импорт это ввоз товаров без разрешения правообладателей ну что урки подзаборные чё говорить что еще есть глава фифа высказался об отстроении отстранение сборной россии от чемпионата мира 2022 не будет не будет все нам жаль это решение не было легким но пошли вслед за ребята я вообще уже тащусь появились новые сведения о состоянии жириновского глава хабаровского края дегтярев сообщил что лидер лдпр жириновский идет на поправку умирал умирал несколько раз уже умер нет пошел на поправку так это что еще путин и драги обсудили решение о переводе оплаты российского газа в рубли это кто такой премьер италии мы обсудили обсудили ну и не ни к чему не пришли так это что такое рус про союз предложил обнулить ввозные пошлины на чай и фрукты и вот здесь объясняет то есть значит для продукции которую в рф не производят вообще а чё краснодарский чай куда делся то ну ладно хорошо введут видите гражданин посла так байден заявил что коронавирус больше не контролирует жизни американцев да у нас без масок ходит но вокруг смысле так то отсюда из этой деревни никуда не ухожу хорошо так белый дом двоеточие байден избегает шагов которые бы привели к столкновению военных сша и россии и которые бы привели к прямой конфронтации с россией боятся рашу так сша опасаются вводить санкции против лаборатории касперского а это еще почему опять чего-то бояться да опасаются последствий поскольку программным обеспечением российской компании пользуются сони сотни миллионов человек по всему миру не знаю касперского давным-давно один раз попробовал как завизжал как свинью режет и этого боятся что они еще боятся сша вывели свои корабли из черного моря так а почему так по его словам это какой-то представитель пентагона по его словам американское командование сошло сочло такие действия благоразумными сша не заинтересованы в том чтобы провоцировать конфликт господи от страж осторожничают со всех сторон так а это что такое известие так дипломаты сша и ес обсудили новые шаги по изоляции экономики россии не знаю но видите вот что творится да россия делает все что хочет а ес и значит сша вот они все время вас боятся опасаются общественник назвал ютюбе опасным для детской психики ну конечно самое опасное да да там то что воюют везде налево и направо это не опасно так абхазия не собирается входить в состав россии а могли бы войти ну ладно не собирается а вот южная осетия значит собирается войти в состав россии до ближайшее время а северная осетия а западная осетия тоже собираются так в госдуме полностью перейдут на отечественный софт ну то есть считать будут на счетах такие знаете чик 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 а другого нет софта то так раисия зеркально ответит на высылку дипломатов из словакии она тоже вышлет дипломатов из воронежа но как еще у русала возникли проблемы из-за санкций австралии нифига себе русал это русский алюминий австралия экспорт глинозема бокситы и так далее это дерипаска чтобы вы знали так сша запретили обслуживать еще 73 используемых в россии самолета а как же они будут летать самолеты очень серьезно обслуживаются ну ладно как нибудь будут в офис в офисах газпрома в германии прошли обыски обыскивают что-то ищут газ наверное ищут так вице-премьер оценила запасы сахара и гречки в россии хватит до нового урожая свеклы а причем здесь гречка и свекла странные они там хорошо индию попросили урегулировать ситуацию на украине это кто глава мид украины кулеба призвал индию стать посредником в переговорах с россией рано это вот ребята немножко в сторону брюс уиллис карьеру из-за заболевания так у него афазия афазии плохо говорит ну как и я и он примерно моего возраста на пару лет что же старше брюс да брось ты я вот видишь я плохо говорю все равно говорю и ты тоже тебе говорить не надо просто на жалко хороший актер так еще про актеров что-то выскочило брэд питт и дженнифер энистон начали жить вместе да господи они были вместе потом разошлись а сейчас опять вместе это хорошо хороший пар так что тут еще передачу жить здорово на первом канале закроют закроют да закроют хватит зору здорово жить или за здорово я не знаю как удобрить удобрение в этом слове какое так телеведущая елена малышева покинула россию совсем и обосновалась у своего сына который уже несколько лет живет сша так ребята здоровей будете так а это что такое в апреле костромичи будут жить по-новому будут здорово жить да по новому по новому господи не знаю я не буду даже читать в челнах ремонт техники подорожал подорожал в два-три раза но тоже будут по-новому жить какой хоть техники смартфон гаджет бла-бла-бла забудьте вообще их выкиньте и все так переговоры в стамбуле владимир мединский подвел итоги встречи в турции и чего так вчера киевские власти впервые за все предшествующие годы заявили о своей готовности договариваться с россией ну договариваться напомню в стамбуле прошел уже четвертый раунд переговор так международный ключевой вопрос международный договор о гарантиях безопасности второй блок вопросов прекращение огня но прекращайте причем здесь украина так минсельхоз исключил риск возника возникновения дефицита овощей в россии нет нет не будет дефицита нет нет да вы что так и до твиттера добрались из соцсети дочь моего козина выложил в интернете призыв к путину шарахнуть ядерной ракетой по вашингтону и европе живет она больше 20 лет в дюссельдорфе это германии русскоговорящий говорящий адвокат отправил скриншоты в немецкую прокуратуру теперь ей грозит депортация в россию странно это так а я знаете как вот на это среагировал что свои же и заложат свои заложат так министерстве нападения рф а министерство нападения рф заявили что выполнили главные задачи на киевском и черниговском направлениях то есть главной задачей россиян было разбомбить украинские города убить и изнасиловать и ограбить их жителей за каждое военное преступление эти орки должны быть наказаны но должны быть по идее а чё там насчет боинга который это сбили боком-то российским ничего да гага молчит гага полным составом сидит в джакузи греется так вата настолько бурно реагирует на заявление об отступлении что готова даже отречься от фюрера это страшно это значит они настолько ненавидят на ненавидит украинцев а я даже знаю причину это ненависти это комментарий еще в 2014 или 2015 году бывшая коллега по поводу вторжения в украину в украину высказалась что я этих украинцев прям ненавижу на вопрос а что они тебе сделали получила потрясающий ответ они всегда лучше нас жили но я вам уже рассказывал давным давно я когда в сибири жил да вот вот там но в как кто деревне жил меня поймет есть центральная усадьба да там правление так далее да ну там врач тоже вот а есть фермы отдаленные немножечко и вот три ферма было значит немецкая ферма но немцев там полно уже конечно в сибири вот немецкой но там все аккуратненько ну что вы там песочек везде дорожки посыпаны украинская ферма ну примерно такая же как немецкой но чуть похуже все эти немца не стараются вот и русская ферма но она все все полу разваленной ну вот так да они всегда лучше нас жили одно правильно так с легким партизанским вооружением украина выиграла битву за киев дайте и летаки но самолеты и пво и вам уже никогда не при не придется защищать каждый дюйм территории ну как байден говорил что каждый дюйм будем защищать украинская армия все сделает за вас доставив кровавого диктатора в гагу он выступит там со своим последним словом это пьянковский он вообще бушует около так опрос около 79 процентов украинцев считают что все россияне виновны в нападении рф на украину все виновны не путин в берлине танк т-34 у мемориала советским войскам накрыли украинским флагом посольство россии направила но тут протеста но власти берлина ответили что танк т-34 был разработан в харькове а харьков это украина интересно так максим мирович это все твиттер идет построить не могут разломать могут приобрести не могут а украсть могут глядя на красивое прочное здание думают как бы его половче уничтожить ракетой а глядя на умного человека думают как бы его поскорее отравить и отравить или отправить в концлагерь в этом вся суть путинизма да вот тут комментарии в рашке никогда умные люди не ценились отступая самая мощная армия мира взяла в плен 15 телевизоров 7 унитазов и 3 велосипеда взять в плен в ванну не удалось через окно не пролезла компания power jet который во франции выпускала двигатели для российских супер джетов из-за санкций прекратила их техобслуживание и ремонт опять победа путинского импортозамещения кому интересно вестерн юнион не просто ушел из рф они заблокировали полностью по всему миру операции с паспортом рф так что если вы даже в других странах это не поможет паспорт рф токсичен так а вот интересно все прера все вчерашние предложения украинских переговорщиков президентом россии отвергнуты но то что я вам говорил про записку может быть это образно было но тем не менее отвергнута все а вот ребят ну вообще ужас в детском саду курска курска это не украина нет до начала спецоперации покрасили коридор желто-синие цвета ну какую краску купили и покрасили недавно недовольные родители пожаловались на заведующую детсадом теперь ее таскают по всем инстанциям так и угрожают завести угол уголовное дело за то что пократила вода желтые синие доброфлот объяснила повышение цены 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 консервов царь со 100 до 300 рублей за банку тем что все сырье импортное царь закупается у иностранных продавцов с валюту большие проблемы с логистикой то же самое у остальных российских рыб заводов крокодил не ловится не растет кокос птериенко сообщил что артистам которые попали под санкции выделят один миллиард рублей семьи убитых на войне солдат получат миллионы за их жизни а халуи артисты получат миллионы просто потому что внесены в какой-то украинских список понятно кого путинский режим ценит больше не знаю насчет насчет убитых я вчера говорил для того чтобы за за убитого получить нужно подтвердить сам факт нужно тело а тела то нет они валяются там украине так перед нами украинцами стали стоял выбор либо мы вступаем в евросоюз либо мы вступаем в дерьмо мы свой выбор сделали а дерьмо оказалось мстительным это знаете кто сказал ада роговцева помните такая актриса ада роговцева да она украинка николай платошкин предложил подвергнуть химической кастрации националистов с украины после победы на днибе да вот вот ваш оппозиционер во всей красе да платошник не тут писали про платошкин ой ой он так говорит но вот он говорит договорился а вот ребята это ужасные помните в белгороде был взрыв да и вот тут кто-то два украинских солдата да мы уже в окрестностях в окрестностях белгорода заходим сегодня после 23 00 так белгород карта на 10 00 отряд стерменко уже в городе зссу и азов проводят зачистку так готовится белгородский котел звоните родственникам ищите пути как спасти себя и близких продавайте сахар так и последнее при зачистке белгорода обнаружились секретные биолаборатории с генномодифицированными гусями которые взрываются при виде бандеровцев ну вот так ребята ну вы поняли что это шутка юмора но пока я надеюсь меня слышно нормально с вами доктор влад дура Betten дура он дура